Профессиональный лицей номер 91 многие годы выпускает квалифицированных поваров, официантов, кондитеров, барменов и других специалистов сервисного обсуживания. Сегодня студенты лицея приняли участие в международном форуме на тему «Качественное профессиональное обучение и образование. Это основа устойчивого развития страны». «Ну конечно, начальное профессиональное образование, оно нужно всегда, тем более в настоящее время. Потому что рынок труда, не только Кыргызстан, а вообще всемирный рынок труда, требует именно профессионалов, которые имеют хороший навык, хорошее мастерство. Поэтому большинство из них работает у нас в республике для развития системы экономики и так далее. Но какая-то часть, допустим, уезжает за пределы Кыргызстана. И там они должны работать с дипломом, должны работать уже по профессиям». На сегодняшней ярмарке своей работы представил и профессиональный лицей номер 27. Здесь ставят акцент на практические занятия. Так отсюда выпускаются слесари по ремонту автомобилей, токари с умением выполнять слесарные и фрезерные работы, а также сварщики. «В среднем наше учебное заведение выпускает около 150 студентов. То есть в этом году тоже хотим увеличить количество наборов. У нас набор быстро заканчивается. Мы где-то в течение двух недель уже набираемся. Ну, не знаю, может, наше учебное заведение славится тем, что мы больше на практику даем знания. Существует лицей, он вообще-то, история лицей, она функционировала вместе с заводом Фрунзе. После этого завода Фрунзе осталось учебное заведение». Международный форум «Качественное профессиональное обучение и образование основы устойчивого развития страны» был организован Министерством образования и науки. Цель форума – это обмен мнениями об основных направлениях развития профессионального образования и обучения в нашей стране, укрепление взаимовыгодного сотрудничества основных участников. «Подготовлен законопроект, уже прошел первое чтение. Надеемся, парламентарий поддержит. Если данный законопроект будет поддержан, спецсредства от всего объема 70% будут оставаться на счету профтехлицея. Это будет стимулировать развитие профтехлицеев. Мы надеемся, что на днях президента будет подписан указ о преобразовании данного лицея, 99-го лицея, на IT-академию. И в будущем все и преподаватели, и выпускники учащихся профтехлицеев будут обучаться и здесь. И дальше они будут обучаться, дальше работают в профтехлицеях в регионах. Нашим главным партнером является Азиатский банк развития». Система начального профессионального образования за 80 лет подготовила более 1 миллиона 300 тысяч специалистов. За этот период система профтехобразования прошла непростой путь, претерпела множество реформ, перестроек и дополнений. Именно благодаря начальному техническому образованию у молодежи просыпается интерес к реальным практическим знаниям и навыкам, которые необходимы в жизни и профессиональной деятельности.